Всем здравствуйте! Это мой первый видеоотчет. Меня зовут Лиля. Я из города Челябинска. И хотела бы поделиться нашей проблемой семейной. У нас есть ребенок Лика, 4 года. И нам поставлен диагноз аутизм. Поставлен диагноз год назад. Что мы только за этот год уже не перепробовали. И в центры, и водили по бабкам. Ну то есть и все возможное, что мы могли делать. Мы делали каких-то особых сдвигов. Нет. Ну они есть, конечно, но очень минимальные. Хотелось бы, конечно, все это побольше и побыстрее. И в поисках чего-то такого вот волшебного я наткнулась на видео о клинике Берда Вида. И начала очень тщательно пробиваться туда. То есть пробиваться именно к самому Давиду на сеансы. Я дозвонилась около двух месяцев назад. Я пробилась и дозвонилась. На данный момент мы провели уже три сеанса. И после этих трех сеансов у нас есть определенный результат. Я могу связать это только именно с этим, потому что до этого таких результатов у нас не наблюдалось. Что я хочу сказать по поведению моей дочери. То есть она не разговаривает, она не понимает обращенную речь. Ну понимает, но частично. У нее есть особенности в поведении. То есть это однотипные движения, это хождение по кругу, звуки, то есть такие прям очень звонкие, громкие. То есть она общается только ими. Она не общается со своими сверстниками. То есть ей не интересны другие дети. Взрослые ей тоже особо не интересны. То есть все, что свойственно аутистам, это все у нас имеется. После сеансов с Давидом у нас произошли какие изменения? У меня у ребенка появились самостоятельные слова. То есть, допустим, если она хочет молоко, она мне показывает на молоко или на холодильник и говорит молоко. То есть, естественно, связи еще нет, но уже отдельные самостоятельные слова появились. То есть это после трех сеансов всего-то навсего. То есть и судя по вот этим видео, которые родители выкладывают, и что за год они достигают таких результатов, что это удивительно. И мне очень хочется верить в то, что и у нас будут такие результаты, потому что уже после третьего сеанса я вижу изменения. Здесь еще очень важно, как я поняла, что нужно верить в то, что мы полностью избавимся от этого диагноза. И тогда у нас все получится. Естественно, нужно не прекращать заниматься с ребенком. То есть и логопеды, и дефектологи, и куда-то водить на занятия, чтобы у него расширялся кругозор и так далее. Но с Давидом заниматься нужно, и дай Бог ему здоровья за то, что он делает. Потому что делает он это бесплатно, и работает он на результат. Спасибо ему большое. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним. И я верю в то, что у нас все получится. И в дальнейшем буду снимать далее отчеты, свои видеоотчеты. И я надеюсь, что мое видео тоже кого-то вдохновит и поможет решиться связаться с Давидом. Вот. То есть пока что на данный момент у нее не было каких-то вот, ну, чтобы еще раз подытожить, да, у дочки не было никаких самостоятельных слов. А здесь просто она начала сама говорить. То есть они непонятны, эти слова, но я-то их понимаю именно, что она хочет мне сказать. То есть это чудесно. Спасибо.